Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой парень постоянно ставит паузу. Мы с ним по 2 года вместе, где-то на 10 месте он стал паникать в себя и просить паузу в отношениях. Через время это проходило, мы сходили. Ну вот вроде все прошло, тут он опять сказал, что устал от отношений, сам же говорит, что проблема не во мне, что нет ничего такого, что я могла бы сделать, отчего он упал в апатию. Мы оба не хотим расставаться. Вчера он сказал, что он сам не понимает, что с ним одновременно хочет отношения, любви тепла, а потом вообще ничего не хочется. Дайте совет, пожалуйста, только без уходя от него, я не хочу заканчивать отношения, пока не испробую все возможные варианты решения этой проблемы. Прошу без осуждений, мне очень тяжело, заранее спасибо. Ну, смотрите, во-первых, если у парня есть, вот, ну, такое состояние, да, то имеет смысл ему в первую очередь обратиться к врачу. Вот, если апатия прямо влияет, вот, на его желание, да, на его потребности, там, на его настроение, вот, и если это влияет на качество жизни, то имеет смысл обратиться к врачу, имеет смысл пройти обследование, дабы убедиться, что нет какой-то патологии. Если патология есть, то необходимо лечение, вот, и, соответственно, уже лечение позволит ситуацию как-то разрешить. Это первое. Второе. Если патологии нет, то что-то в отношениях его напрягает. И да, это может быть не ваша вина. Это может быть, эм, некие изменения, что, вот, вы говорите, эм, про десятый месяц. На десятом месяце, в общем, в общем, ээээ, на самом деле, эээ, Многие вещи могут измениться, в том числе, вот то, что касается восприятия себя, восприятия вас и так далее. Эти все вещи могут влиять, и могут влиять достаточно сильно. Поэтому, опять же, если ваш мужчина считает, что проблема, как он говорит, в нем, то имеет смысл ему обратиться к психологу и разобраться. Но, с вашей стороны, то, что вы говорите про возрождение, то, что вы говорите про него, ну, как бы, наперед. Да, наперед, как бы, говорите, что, вот, только без, без советов уходи. Говорит о некой вашей, о неком вашем внутреннем напряжении, скажем так. И, на мой взгляд, это напряжение нужно тоже исследовать. Потому что оно, в смысле напряжения, влияет на то, как вы выстраиваете отношения с человеком. И влияет, к сожалению, к сожалению, влияет достаточно сильно. Естественно, вы не должны радоваться тому, что происходит. Но и то, что вам тяжело, невольно вызывает вопросы. Что именно вам тяжело? Какие у вас, скажем так, лично у вас здесь есть, ну, трудности. Трудности, проблемы, да, противоречия и прочее. То есть, иными словами, с чем сталкиваетесь вы в этой ситуации? Очень важно это понять. И очень важно не перекладывать в отношениях ответственность на другого человека. Мол, это все за тебя, нет, это ваша проблема. Ей можно делиться, с ней можно говорить, можно обсуждать, можно быть вместе. По проблемам. Вот. Понимаете, да? То есть, это вот, такое разграничение. Сейчас, как будто бы, ситуация такова, что именно от мужчины зависит. То, как вы будете себя чувствовать. То есть, ну, есть некая зависимость. И вам с этой зависимостью необходимо работать. Потому что она мешает. Ну вот. На данный момент, по крайней мере. На данный момент, по крайней мере. Мешает именно, вот, в силу того, что на человека, как бы, возлагается еще больше ответственности. И становится еще, ну, еще тяжелее ему. Вот. Я понимаю, что и вам тяжело. И поэтому нужно разбираться. Понимаете? Понимаете, да? Ему с собой, а вам с вами. А вам с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Начните, вот, прям, первые шаги, которые вам можно предпринять. Это история о том, вот, как вы воспринимаете паузу. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам надеть над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Пауза. Спасибо. Продолжение следует...